Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. Друзья, мы продолжаем обзор комьюнити, полюбившимся комьюнити, который называется Water Lay и находится комьюнити в городе Winter Garden, это пригород Орландо. Water Lay расположен недалеко от парков Диснея, буквально 10 минут езды до парков. А, кстати, в прошлый раз я забыла сказать, здесь не разрешена краткосрочная аренда, только долгосрочная. Для семьи. Не глядя на то, что расположение этого места просто в такой близости к паркам Диснея, все равно это резиденшал комьюнити, здесь не разрешена краткосрочная аренда. Сегодня мы вам покажем два дома в одном, две модели. Мы в любом случае находимся рядом с обеими моделями, не стали уже растягивать на два видео, пусть это будет, да, покороче. Это вторая популярная модель у Диар Хортон. В прошлом видео я рассказывала, в принципе, о комьюнити, сейчас повторюсь. Комьюнити запланированное, называется Master Plant Community. Что это значит? Это значит, что в комьюнити есть своя инфраструктура. Достраивается сейчас огромный современный магазин Publix, это продуктовый магазин. В комьюнити шикарный бассейн, есть пирс с выходом на озеро для резидентов Waterlay, детские площадки. Очень-очень разнообразный стиль жизни для людей, которые здесь живут. И такое, оно как соседство. Ну да. Соседство, соседство. Да, я уже в предыдущем видео об этом говорила, просто немножко повторюсь. Очень много пешеходных дорожек. Кстати, люди внутри комьюнити передвигаются, и, например, в Publix проехать, передвигаются на гольф-картах. Недалеко от комьюнити находится один из самых известных гольф-корсов из Orange County Golf Course. Очень популярный, проходит очень много гольф-турниров проводится международных. Ну, давайте пройдем, посмотрим модель. Сколько она стоит? Сейчас я вижу, у них выходит похожая модель, буквально скоро. Выходит, честно говоря, нет, эта модель выходит только к январю за 614-740. Кстати, неплохая цена. Лот 450 уже включен в эту цену. Я так понимаю, что лот не будет премиум вида, то есть не будет на воду. Вот так будет, смотрите, показываю. Может быть, не так. Может быть, не так, может, на соседей. На соседей, скорее всего. Может быть, здесь еще достроено. У меня есть карта лотов, можно посмотреть, поискать, где находится именно этот лот. А вот площадочка. И как он располагается. Заодно покажем детская. Модель называется Clear Den, 2494 квадратных фит. В этой модели 4 спальни, 3 полных санузла и одна половинка. Отлично. Пройдем посмотрим. Очень интересно. Опять-таки, обратим внимание, передняя веранда есть для вечерних посиделок. Вот здесь, в отличие от модели 2100 square feet, которые мы показывали в прошлый раз, естественно, планировка другая. Юля, у меня есть планировки. Ты сделаешь фотографии. Хорошо. А то просят у нас. Да, всех моделей. Здесь, видите, сразу мы заходим. Вход хороший. Очень широкий коридор. Ты знаешь, мне нравится, когда вход широкий. Здесь для верхней одежды шкафчик. Вещь хорошая. Не всегда бывает. И тут тоже, да? Здесь у нас еще нарния немножко. Да, это модель двухэтажная. И под лестницей они сделали кладовочку. Очень полезно. Очень хорошо. Половинка санузла для гостей. О, гостевая половинка тоже хорошо с видом. на игровую площадку. Так, подравляем, Петю. А, смотри, вот плюс вот этой планировки, если, например, с вами будет жить мама, родители, мама, папа, папа, мама, родители, это такой их, это угол, это совершенно их уголок со своей ванной комнатой. О, классно. Так, вот у них все есть. Угу, все такое светлое. Так, это гранит. Так, тут тоже окно имеется. Кстати, большая гардеробная для гостевой спальни. О, нормальная, да. Согласно. Так, пока все нравится. То есть, да, в принципе, действительно родители, они будут себя чувствовать, ну, как бы не совсем на голове друг у друга, да? То есть они немножко в стороне. Здесь еще одна кладовочка. Очень хорошая. Да, кладовая комната. Проходим. Лестница потом. В основную зону. Угу. Белая кухня наша любимая. Белая кухня, да. На полу плитка. Ну, такая. Современная. Это в модельном доме, да. Вы можете выбирать, что хотите. Ты знаешь, если уже объявлено о том, что дом выходит, выбирать не могут. Я точно не знаю, что будет в том доме. Это могут быть и деревянные полы, может быть плитка. Выбирать вы можете только, если вы вот зарезервировали лот, и там еще фундамент не построен. Да, тогда вы можете выбирать. А здесь сейчас есть такие варианты? Или уже все запланировано? Я не спросила, да. Но я уверена, у застройщиков такое есть. Вы можете просто лот отдельно купить, а потом уже строить. Но на строительство уходит около 9-10 месяцев. Вот так просто. Если вы готовы ждать, и вам не понравится именно та модель, которая уже выходит в продажу. Хотите что-то изменить? Ну, бывают модели, они тоже... Одна и та же модель. Она может быть по разной цене. Опять-таки в зависимости от лота и в зависимости от начинки, от наполнения. Деревянный пол, плитка, кварц или гранит. То есть наполнение тоже... Это достаточно дорогой пакет. Да. Ну так, что... Мы смотрим, наверное, сегодня больше планировку и комьюнити. Но мне эта планировка... А наполнение это уже нужно обсуждать. Возможно, выйдет какой-то дом и по наполнению понравится покупателю. Да. То есть не нужно ждать 10 месяцев. Мне эта планировка тоже нравится. Да, тоже хорошая планировка. Тоже очень такая удобная для жилья. Одна шпальня получается у нас на первом этаже. Кухня уже побольше. Кухня побольше. Мне нравится, что есть вот такой вот отдельный островочек тут. Что-то, да? Это как раз выход кофемашины в гараж. Здесь можно поставить кофемашины, тостер. А здесь выход. Ключи положить. Гараж из гаража. Они используют это... Это гараж, если что. Сейчас, да. Вот опять же, что вы можете выбрать, из чего можно выбрать, если вы только лодку пили. Вот. Будет гараж на две машины. Потом. Вот. Очень это все удобно. И мне нравится, лично мне, открытая планировка, вот как здесь. Открытая планировка, да. Все, все открыто. Кухня открыта. Здесь получается диван. Видите, о чем я говорила? Но здесь большой проход. Здесь большой проход достаточно. Можно даже, в принципе, диван поставить, наверное, подальше. Но ты знаешь, что тогда проход отсюда будет неудобный. Ну, в общем, тут... Достаточно, в принципе, достаточно места до стены, до телевизора. Не впритык. В этой модели, обратите внимание, уже раздвижные двери посреди гостиной. Да, тоже хорошо. Слушай, сейчас все цветет так красиво. Здесь тоже, если... О, а здесь можно сделать летнюю кухню. Здесь есть местечко, смотри, вот ее поставить. Мы тоже не будем, да, выходить. Здесь, в принципе, все понятно. Бассейна нет. Стоимость не включена. Так, первый этаж мы просмотрели. Поднимайся на второй. Ну, да. Мастер у нас хозяйской спальни, получается, на втором этаже. Да. Но, видишь, классно, что есть для родителей, правда, или тем, кому сложно ходить, да, на второй этаж. Это большой плюс. Да. Так, бонусная комната. Да, бонусная комната, балкончик. Или вот можно, смотри, офис сделать. С чего начинаем? Да. Куда мы идем? А давай вот так. Раз мы уже направо повернули. Так, идем. Детская комната. Детская комната. Гостевая. Так, такие дверки. Вот так. Да, тут все стандартно. Все стандартно. Так, вот вид покажем красивый тут на площадку. Да. Так, идем дальше. Есть выход на балкон. Да, вот. Интересно. Вот это решение такое интересное. Из бонусной комнаты. Вау, классно. Да. Хорошего размера балкон. Вот так выходишь, кофеечек с утра, пока не жарко. Очень хорошее, чистое, милое комьюнити новое. Мне нравится. Есть у кого, смотрите, крыши черепичные, а вот шингл. То есть вот там, видимо, вот те, смотри, вот те, там, наверное, выход на озеро. На озеро. И они дороже, вот они и уже сделаются черепичные. Хорошо. Так. Санузел. Санузел. Две раковины. Ванная стандартная. Тут, как всегда, для полотенчик. Так, идем дальше. Что тут у нас? Еще одна. Примерно такая же, да, размером. Так. И гардеробная, кстати, большая. Для такой маленькой комнатки, хорошая гардеробная. Хорошая модель, мне тоже нравится. Здесь у нас постирочная. Ух ты. Так, а что тут у нас? Кондиционер, наверное, да. Вот, кондиционер. Центральное кондиционирование. Оно же работает и на тепло, если зимой холодно вам. Да, это правильно. Так, и вот он. Здесь, да, уже мастера она побольше. Окошки. Много окошек. Это хорошо. Угловые, мне так нравится. Классно. Кинг в лес. Большая, большая, да? Да, большая. Да, это мастер уже побольше, чем в первом доме. И ванная комната тоже побольше. Тут свитик. Что-то включили. А нет, вот это не будем. Так, что тут у нас? Тоже гардеробная. Кардеробная, мне кажется, если я правильно помню, такая же, как была в первом доме. Да, да, похожа. Вот она, душевая здесь у нас. Душевая. Так, вот отдельно у нас здесь туалет с окном. И вот здесь, кстати, вот длинная какая, да, поверхность раковином. Муж от жены очень далеко, можно там свои дела делать. Так, и что тут еще покажем? Тоже для полотенчиков. Пошли дальше. В принципе, мне кажется, мы все посмотрели, да? Мы все посмотрели. Пройдем к другой модели. Поехали. Так, а мы шагаем к следующей модели. Да, ребята, здесь следующая модель от того же самого застройщика Диар Хортон. Модель называется Сиклиф. И это большой дом. Это самая большая модель, которая у них есть на данный момент. 3327 квадратных фит. Четыре спальни, три с половиной ванных санузла, три полных и половинка санузла. Три 327 квадратных фит. Давайте просмотрим эту модель. Давайте. Снова при входе в дом наша любимая веранночка. Посидеть, отдохнуть. Так, сейчас кто-то смотрит эту модель. У нас будут конкуренты. Да. Вот уже в этой модели есть отдельная столовая. Ага. Кто-то любит отдельная. Опять же нет, living room. Вот это living room тоже уже хорошо. Модель большая. Так, проходим по коридору. О, люди тоже снимают, кстати говоря. Да. Do you need us to move? No, you're good. You look good. No worries. Friday. Здесь у нас достаточно большая кухня. Смотри, здесь еще такой уголок. А, здесь Patriot. Кладовочка и уголок для кофейной машины можно поставить. Кофейный столик такой. Да, кофейный столик. Ты знаешь, мне нравятся такие уголки тем, что вот эта мелкая бытовая техника, она спрятана с основного помещения кухни. И она доступна в то же время. То есть не заполоняется поверхность кухонная, да, вот мелочью этой. Так, что мы еще скажем? Давай скажем, забываем сказать. Здесь электрические плиты, да? Электрические плиты в этом комьюнити. Так что еще вытяжка. Интересно, фейковая или настоящая? Ну, настоящая. Вот так-то вот. Не всегда такое бывает. Очень большая кухня. Да. Островок такой. Людей снимаем заодно. Так, и вот здесь, в этой модели есть еще одна обеденная зона. Уже для семьи. Кому надо много обеденных зон, пожалуйста. Да, вот, пожалуйста. Большая, очень-очень просторная гостиная. Хорошая. Ты знаешь, что мне здесь не хватает? Окон много. Классно. Да, много, но мне не хватает раздвижной стены. Да, согласна. Кто-то поставит бассейн, например, хочется видеть как бы через большое, но огромное окно этот бассейн. Согласна, да. То есть, мне кажется, вот это немножко непродумано, но я уверена, если кто-то очень захочет... Или строить изначально, да, еще до... Это нужно будет спрашивать за строчкой. Я не думаю, они... Эта вот модель, она уже такая, как есть. Как есть, окей. Принимайте и любите ее такая, какая есть. Ну, там тоже, что мы можем сказать? Там особо смотреть нечего. Но, опять-таки, модельный дом, все будет зависеть от участка. Да, да, да. Все миленько, все цивильно, но как бы эрея небольшая, так обеденная, третья обеденная зона там у нас есть. Сейчас у них, кстати, скоро будет выходить в продажу, уже он в продаже, но скоро уже будет достроен участок этой модели. Это модель за 752 тысячи. Участок, цена участка включена, участок 503. Знаешь, что мы сделаем... Просто сейчас нужно его искать, и там очень мелко написано. Ты можешь сделать... Я называю номер участка, вот, по цену, да. Ты сделаешь, у меня есть карта участков. И кому интересно, пусть посмотрим. Досмотрите до конца. Да, я уверена, что за такую цену, такой большой дом, скорее всего, этот участок будет с видом на соседа. Да. Не на озеро. Посмотри. Огромная, просто огромная комната, потолок. Вау, да, классно. Наш любимый. Потолок красивый. Да, комната большая. Мастер-батрук. Тоже светлая, да. Да. Светлая комната. Такие низкие потолки. Опять-таки, если кто-то ставит бассейн, было бы классно выход из мастер к бассейну. Тоже, да. Но это тогда другая модель. Да, вы знаете, я думаю, что это можно все, ну, исправить уже в будущем. Опять же, не всем же нужен бассейн, правильно? Не всем нужен, да, конечно. Хороший бассейн в Clubhouse. Здесь комьюнити, да, в Clubhouse. Мы это снимем, покажем. А, кстати, про H-O-A что, мы не можем ничего сказать? Про H-O-A нам неизвестно, да? Да, Юль, ты, наверное, это... А, нет, подожди, сейчас я скажу. У меня есть здесь информация по вторичке. H-O-A 191 доллар в месяц. Все, вопросов больше не имеем. А вторичка по налогу, кстати, это тоже интересно. Мы показывали дом и там говорили по налогу, потому что у новостроек никто еще не знает, какой будет налог. Ну да, да, да. Но та модель, которая была 2117 квадратных фит, на него налог 5800. Но нет CDD. CDD это еще плюс к налогу обычно где-то около 2000. Здесь его нет. Здесь чисто просто налог. Хорошо. Налог и H-O-A 191 доллар. Ну вот, все. Выяснили. Очень просторная ванная. Ванная, да, есть душевая, есть ванная. Так, на полах плиточка. Здесь кварц. Вау, посмотри, какая гардеробная. Так, гардеробная. Огромная просто. Ух ты, вот это ангар. Да, здесь можно. Здесь еще одну комнату можно сделать, скажи. Да, очень большая гардеробная. Ее спокойно можно разделить на две части. Да, хорошо. Мне нравится. Да, мне нравится размер гардеробной. Так, туалет отдельно у нас. Здесь полочки. Мы вам все покажем. Ничего не забудем. Так, здесь окошко. Так что тоже хорошо. Так, идемте дальше. Дом двухэтажный. Да, поднимаемся. Далее мы поднимаемся на второй этаж. Так, извините, мы здесь что-то пропустили. Ух ты. Кстати, не поднимаемся. Кухонная поверхность. Здесь очень много вариантов, где можно разместить свою посуду. Гараж на две машины. И постирочная. Гаражик. Так, постирочная. Кстати, в этой постирочной я не вижу кондиционер. Кондиционера какого? Значит, у нас в каждой постирочной был блок, который шумит чуть-чуть немножечко. Будем искать его на втором этаже, скорее всего. Да, и вот теперь поднимаемся. Перила деревянные, красивые, лакированные. Так, здесь на втором этаже на полу ковролин. Так, большая бонусная комната. Какая бонусная, да. Здесь вот вообще огромная, скажи. Пати можно устраивать. Ты знаешь, для семьи, для большой семьи бонусная комната всегда плюс. Конечно. Дети, детей на верх. Дети, вот они. Да, они тут бесятся. Для маленькой семьи, я не знаю, бонусная комната нужна. Но это решать, конечно. Хотя по цене, скажи, нормально. По звуку я слышу, что вот здесь он, да? Здесь кондиционер находится. Вау, вот эта труба. Ух ты, две трубы. Угу, вот так. И три спальни в этом крыле дома. Так, начинаем отсюда. Всё стилизовано. Детская для мальчика. Так, вот тут смотрим на соседи. Так, что у нас здесь? Кладовочка. Кладовочка. И ещё кладовочка. Давай пока. Вот. Вот эти две спальни делят один санузел. Ага. Две раковины есть, уже хорошо. Так, а вот здесь интересное такое решение, иногда я вижу его. Ванная и туалет закрываются отдельно. Но это удобно, да. Всё-таки раз, две спальни делят. Да, ещё кладовочка. Очень много кладовых комнат. Да. Мне нрав. И вот. Комната для девочки. Мои, такая милая. Оформлена, да. Не, смотри, она не маленькая, да? Большая комната, да? Большая, вот эта, да? Для принцесски. А, посмотри сюда. Вау. Какая для принцесски гардеробная. Ну, вообще, даже с окном. О, домик такой ещё один отдельный, прятаться здесь. Класс. Да. Хороший размер спальни. И третья спальня со своим санузлом. О, это гостевая спальня. Очень большая гардеробная для гостевой. Например, уже для взрослого ребёнка, чтобы отдельно всё иметь. Ну, опять, я знаю очень много семей, чьи родители, да, как бы тоже приезжают и живут. Ну, тоже хорошая такая голова для родителей. С своим санузлом. С санузлом, конечно. Хорошо. Всё. Ну что, ребята, да, мы здесь попрощаемся. Не будем уже мешаться. Мешаться там, да. Мешаться слишком много народу. Ребят, спасибо большое, что вы с нами. Комьюнити шикарный. Увидите снова наш проезд по комьюнити. Мы снимем, сейчас проедем, снимем. Аменитис, развлечения, да, которые комьюнити предлагает. Клабхаус. Вообще, в принципе, посмотрите комьюнити. Что здесь за HOA, которую вы платите, да, 190? Нет, это HOA, я называла 191, да, что туда входит. Что за эту сумму входит. Сейчас посмотрим. Надеюсь, вам понравилось место, пишите. Спасибо, что вы нас смотрите. И до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...